Советский. Теперь мы в Москве. Дома. Но очень серьезные соперники. Председатель ГДР. Лёбель по дорожке номер один. Сюзан Нильсон по дорожке номер два. По третий. Лина Качушити. Уже плывшая 100 метров, но не проявившая себя там в достаточном уровне. Но для Лины 200 метров главная дистанция. Именно здесь чаще всего проявляют свои возможности. Светлана Варганова. Лидер советской сборной. Лучшее время утренних заплывов. Очень боевая девушка. Любимица руководителя сборной. Звезда. И главная надежда. Хотя видите, волнуется. Очень волнуется. Ирина Флейснерова. Дорожка номер пять. Это второе время утренних заплывов. Юлия Богданова. Молодая, совсем недавно попавшая в сборную, но очень перспективная по дорожке номер шесть. Ещё одна ГДРовка Ранка. И, конечно же, олимпийская чемпионка на 100 метров. Брасом Гувенигер. Она попала с восьмым временем в финал. Всё-таки 100 метровка. Это не 200. Вот как раз на ваших экранах рекордсменка мира. Тяжёлый заплыв. Тяжёлый заплыв. Вот в этих толчковых силовых дисциплинах советские девушки всегда боролись с немками. Обошлось без фальстартов. Видите, Лина Качушити вообще отстояла в мёртвую. Все уже и улетели. Она только бросилась. Ну и Варганова. Варганова начинает заплыв. Она действительно лидер. Лидер по характеру. Лидер по подготовке, наверное. Потому что это действительно в бригаде брасистов. Она отличается бешеной работоспособностью. Шумасшедшей воле победе. Так или иначе, наверное, пережить поражение на этой Олимпиаде для неё просто невозможно. Хотя вот посмотрите, Гувенигер по крайней дорожке, обладая более высокой скоростью, использует это преимущество. На данную секунду она лидирует. Но помним, Гувенигер это 100 метров. 200 может и не доплыть. Не может, а не должна доплывать 200 метров. Хотя Олимпийские игры это такая странная субстанция, где те, кто не должен и не может, вдруг неожиданно выигрывают. И наоборот. Но это я не про советских девушек. Варганова по-прежнему. Не знаю, видит ли она Гувенигер или нет, но идёт очень неплохо. Посмотрите, какой отрыв. Давайте абстрагируемся от... Представится ГДР, потому что всё-таки не верю я в то, что она доплывает. Посмотрите, какой отрыв у Варгановой. Напоминаю, она плывёт на равных с рекордом Кемира на 100 метров. Но её основная задача, основной упор, это, конечно же, вторая сотня. И обратите внимание, уже на первой сотне Варганова первая. Никакого шанса с ней побороться ни у кого в этом заплыве нет. Качушити выходит на вторую позицию. На третьем месте сейчас идёт Сёдзан Нильсон. Варганова очень уверена. Очень уверена. Почти с закрытыми глазами, несмотря ни на кого. Работает так, как должна. 150 метров пройдено. Варганова впереди. Отрыв в корпус. Лина Качушити вторая. За третью позицию борются Нильсон и Флейснерова. Итак, Варганова уже практически победила в этом заплыве. 25 метров до финиша. Лина Качушити рядом. Но посмотрите, что происходит. Варганова зачастила. Темп повысился. Качушити прибавляет. Причём, посмотрите, как прибавляется. С какими скоростями вдруг Лина Качушити пошла последние метры. Варганова начинает проскальзывать ноги. Лина Качушити устала. Посмотрите, что творит Лина Качушити. Неужели догонит? Варганова на финиш уже видно, что ни рук, ни ног не чувствует. И касание. Качушити побеждает. 2.29.54. Третья дорожка. Лина Качушити неожиданно для всех и для многих. И в первую очередь для Варганова сделала всё. Варганова проплывает заплыв в действительно олимпийской чемпионкой. Но первой касается бортика Лины Качушити. Самое удивительное, что в этой борьбе мы не обратили внимание за тем, что Юлия Богданова финишировала третий. Опять весь советский пьедестал. Ну и, конечно, трибуны стоят. Нам показывает Михаила Горелика. Нам показывает Сергей Копляков. Это советская команда, переживающая за своих девчонок. Весь пьедестал советский. Посмотрите, Варганова поверить не может. Такого... Это просто невозможно. Даже здесь, последний метр, Варганова впереди. И вот это движение, когда она подняла руки и ударила по бортику, вот это стоило ей победы. Продолжение следует...